Друзья, привет! С вами снова Андрей с новым рассказом на русском языке. Сегодня я прочитаю вам историю одного неоднозначного изобретения. Итак, поехали! 150 лет назад простой американец Джозеф Глиден вошел в офис патентного ведомства США, чтобы получить эксклюзивное право на одно из самых необычных изобретений в истории США – колючую проволоку. Это событие изменило фермерское хозяйство и привело к существенному росту американской экономики. История началась в конце 1880-х годов. Глиден являлся потомственным фермером, имевшим большое ранчо в графстве Деклаб, штат Иллинойс. У него были коровы, свиньи, козы, куры и гуси. Как и многие другие фермеры, Глиден нуждался в большом количестве деревянных построек, которые могли бы ограничивать передвижение скота и птиц. Однажды Джозеф увидел на ярмарке в Деклаб одножильную проволоку Генри Роуза, которая уже была запатентована и применялась преимущественно для охраны заключенных и в военных целях. В ней было легко запутаться, а затем истечь кровью. При этом Роуз не скрывал своего восхищения теми страданиями, которые испытывают жертвы его изобретения. Он любил рассказывать историю, как двое наглых воров хотели забраться к нему в дом, но увязли в проволоке на шесть мучительных дней. Глиден увидел проволоку Роуза и его моментально осенила гениальная идея. Если скрутить две проволочных нити в одну и затупить острые концы, то она не будет гнуться и причинять боль животным и людям. Ее можно будет использовать вместо деревянных оград, натягивая в 3-4 ряда над землей. Таким образом, загон для скота будет состоять только из вертикальных деревянных столбов с натянутой проволокой, а не сплошных деревянных досок. Джозеф купил большой моток проволоки Роуза и отправился на ранчо, чтобы воплотить задуманное в жизнь. Эксперимент удался. Животные и птицы, налетавшие на проволоку, больше к ней не приближались. Заостренные, но не острые концы оставили царапины только на одной свинье, попытавшейся попробовать проволоку на вкус. Глиден произвел необходимые расчеты и пришел к выводу, что огораживать ранчо и фермы проволокой Роуза всего на 10% выгоднее, чем древесины. Тогда Джозеф отправился к юристу по патентам, чтобы выяснить, сколько стоит себестоимость изобретения Роуза и может ли он запатентовать свою инновацию. Он был уверен, что патентное ведомство США ему откажет, так как он позаимствовал идею у Роуза и всего лишь немного ее доработал. Эксперт по патентам, который в исторических документах упоминается как мистер Хансен, оказался весьма умным человеком. Он сказал, что проволоки Роуза и Глидена очень похожи, но жесткие требования к изобретениям, которые предъявляет патентное ведомство США, можно обойти. Если требовать патент не на проволоку, а на проволочную ограду с острыми зазубринами. Хансен и Глиден начали сотрудничество и за два года написали подробную инструкцию к изобретению. Главной изюминкой ограды стала прозрачность всех загонов для скота. Фермерам не нужно было открывать двери, чтобы подсчитать питомцев. Вскоре второе достоинство – долговечность. Согласно инструкции, проволока сохраняла свои свойства на протяжении 20 лет. Третье достоинство – стоимость. Как выяснилось, если заключить большой контракт с заводом или фабрикой, то себестоимость чудо-проволоки составит 25,5% от рыночной цены изобретения Роуза. Патентное ведомство США рассматривало заявку 10 дней. Когда Глиден пришел узнать о конечном решении, то увидел в нужном кабинете хмурого человека, который тяжело дышал, закрыв лицо ладонями. «Здравствуйте, меня зовут Глиден», – тихо сказал Джозеф. «Я бы хотел узнать, одобрен ли мой патент на проволочную ограду с острыми зазубринами». Спустя несколько минут чиновник убрал от лица руки и медленно произнес. «Где ты был раньше, парень? Две недели назад мы с женой купили ранчо в Айове и подписали контракт на строительство деревянного забора вокруг 50 акров земли». Глиден получил патент и уже через год стал одним из самых богатых людей в штате Иллинойс. Он продал ранчо и купил огромный каменный дом в центре Чикаго. С 1874 года уже бывший фермер Джозеф Глиден, чьи предки работали на американских ранчо аж с 17-го столетия, ходил только в дорогом фраке, шляпе и с тростью. Проволока Глидена оказалась невероятно популярной. К 1880 году было продано 40 миллионов фунтов изделия. Патент был выкуплен за огромные деньги государством, а применение проволоки заметно расширилось. В частности, железнодорожные компании начали скупать ее для ограды станций и рельсовых путей. К 1885 году существовало более тысячи модификаций проволочных оград Глидена. Своим изобретением Глиден обанкротил множество деревообрабатывающих и строительных бизнесов. Спрос на древесину рухнул, так как проволока не занимала места, не истощала почву, не затеняла растительность, не образовывала сугробов, была устойчива к сильным ветрам и очень дешево стоила. Проволока Глидена произвела революцию в сфере сельского хозяйства. Десятки тысяч американцев начали покупать фермы и ранчо, так как потребность в дорогостоящих заборах отпала. Также резко снизилось количество случаев нападения на скот койотами, лисами и медведями. Теоретически изобретение Глидена могло бы появиться на 150-200 лет раньше. Все необходимое для этого имелось, но, как часто бывает, самые простые и гениальные решения появляются довольно поздно. Потом люди долго не могут понять, как не додумались до этого раньше. Глиден умер в 1906 году в возрасте 93 лет. Он прожил очень насыщенную жизнь, много путешествовал, скупал недвижимость по всей Северной Америке, встречался с самыми влиятельными людьми, в том числе с несколькими президентами США. Он оставил потомкам огромное наследство. При этом более половины нажитого капитала пожертвовал на благотворительность. Вот такая история, друзья. Но, по-моему, все-таки слишком жестокое изобретение. Что вы думаете по этому поводу? Буду очень рад прочитать ваше мнение в комментариях. А у меня на сегодня все. Спасибо, что смотрели этот выпуск. Огромной вам удачи и пока! Субтитры создавал DimaTorzok